Курсанты университета МЧС с преддипломную практику проходят на людях, потому что общение с населением это одна из основных форм работы будущих инспекторов. Эти будущие спасатели уже горят на работе. Последние пять лет они в университете МЧС проходили теоретическую подготовку и теперь, изучив на зубок кодексы и уставы, им, чтобы стать настоящими спасателями, необходимо выжить в последнем бою, в войне с несознательностью жителей Петроградской страны. При пользовании газовым оборудованием нужно знать то, что нужно, в общем-то, допускать использование газового оборудования только взрослыми людьми, если у нас есть дети. Спасатели чувствуют себя пока не уверенно, ладони потеют, глаза ищут подсказки на потолке, а спасаемые имя жителей, как выяснилось, этим встречам не только рады, но даже и нуждаются в них. Вообще это, естественно, полезно периодически напоминать. По плану, если курсанты пройдут экзамены на живущих многоквартирных домах, их допустят и до более сложных объектов – больниц, школ и детских садов. Между тем, согласно статистике, население района нуждается в такой профилактике. В прошлом году в Петроградском районе произошло 125 пожаров, треть из них – 48 – в жилых домах. В огне погибли трое человек. В каждом случае происходит расследование, устанавливается причина, почему. И можно констатировать, что во многом это человеческий фактор. Это курение. Пришел домой, выпил, закурил, лег спать и уже не проснулся. Стажироваться курсантам предстоит еще несколько недель. Практика продлится до 8 февраля. По итогам несколько зачетов, тест по каждому составит характеристику. И в итоге, если студент справится с дипломом, уже в июле вступит в почетную должность старшего государственного инспектора по пожарному надзору.